В Иоанна 15 главе первый и второй стих. Я истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь, всякую у меня вес, не приносящую плода, он отсекает и всякую приносящую, очищает, чтобы более приносило плод. Мы здесь ясно видим, что если мы не будем приносить плод, нас, скорее всего, отрежут, отсекут. Какое же важное должно быть у нас понимание, как важно нам понимать, какой плод мы приносим и как много его приносим, какого качества он. Это очень важно. И понятно, нам не нравится первая опция отсекания. Нам это не нравится, что всякую весть, ветвь не приносящую, отсекают. Но вторую, она как бы тоже... а вторая весть нам нравится. Он будет продолжать нас очищать, чтобы мы не было для того, чтобы мы были способны приносить больше плода, как бы нам это не было неприятным. У меня даже есть другое объяснение этому. Мне оно нравится больше. Итак, всякая весть, которая не приносит плод, будет отсечена. Здесь никаких споров нет. Но дальше мы обращаем внимание на ветвь, которую приносит плод. Что с ней должно происходить? Сегодня, если вы придете в виноградники, вы увидите кусты виноградные, столбики забитые, натянутая леска, веревочки. И виноградные лозы, их потихонечку как бы подвязывают к этим нитям, чтобы они росли. Но во времена Иешуа не было, как сегодня есть. Что же они делали? Они ходили по винограднику, отрезали ветви, которые не... Они отрезали ветви, которые не приносили плода, для того, чтобы вся энергия шла на те ветви, которые приносят плод. Всякая ветвь, которая не приносит плод, она просто забирает в пустую энергию, которая могла бы пойти и принести плод. поэтому вы, если как часть тела Мессии и не приносите плод, вы просто забираете энергию, и вас надо отрезать. Бог может прийти и просто отсечь вас. но в те времена, если даже ветвь приносила плод, у виноградной лозы есть плохая привычка, она стелется по земле, ствол не способен высоко вверх эти. И когда виноградарь ходил по винограднику и видел ветвь, которая приносила плод, он приподнимал ее и подкладывал камень, чтобы она не лежала на земле, чтобы виноград свисал и у него было время созреть. А какова картина камня, которую мы видим вообще в Писании? И мы читаем, что Ишуа, он наш камень спасения. То есть Господь нас как веточку поднимает и кладет на Ишуа, чтобы наш плод был хорошим. Бог говорит, придите и служите. И часто мы говорим, о Господь, я последую за Тобой, куда бы Ты ни пошел. Мы поем правильные песни, мы очень счастливы. А потом приходит Бог и говорит, хорошо, продолжайте, идите, двигайтесь. Вы вообще идете или нет? А мы все такие тормозим, да-да-да, сейчас подожди минуточку, Господь. Так Вы идете за Ишуа или нет? Сделал ли Он что-то замечательное в Вашей жизни? Теперь жизнь поменялась, и что-то начало очень хорошо развиваться. Может, например, шабатняя школа получила новое здание. О, Бог, как замечательно следовать за Тобой. А вдруг что-то произошло внезапно. И пришли проблемы, и Вам теперь уже тяжело взбираться к Господу наверх. Вы немножко устали, а Бог продолжает звать, говорить, Вы идете или нет? Помните, Господь всегда хочет нас поднять выше, поднять на новый уровень. Каждый новый уровень имеет свои испытания, свои сложности, которые нам необходимо побороть. Сложности даны Вам в жизнь для того, чтобы Вы смогли возрасти. Без этого Вы не возрастете. Вы просто останетесь на том месте, где Вы были. Господь приносит какие-то ситуации в нашу жизнь. И иногда достаточно сложно получается, и нам кажется, что мы по скользкой горе ползем вверх. И иногда, когда мы добираемся до вершины горы, мы видим, что там крест. И Бог продолжает звать, а Вы идете за Мной? А все ли Ты готов отдать? Готов взять свой крест? И понести Его? И действительно ли Ты хочешь следовать за Мной туда, куда Я бы не позвал Тебя? Я знал одного человека. И он произносил такие фразы, что он хочет служить, куда бы его Бог не позвал. Он готов идти. И он сказал, «Господь куда угодно, кроме Сибири». И знаете, где он сейчас? В Сибири. Готовы ли вы идти? Готовы ли следовать за Ним? «Крест» означает смерть. Смерть нас самих. Что-то необходимо должно умереть. И так же, помните, Иешуа говорил о семени, что семя должно умереть, попав в землю, и только тогда оно будет способно принести плод и возрасти. Таким образом, Господь производит плоды в наших жизнях. Собирание плодов — это очень взаимосвязано со взаимоотношениями. В первую очередь, наши отношения с отцом. И здесь повторяется, «Я есть истинная лоза, отец мой виноградарь, и всякая у меня ветвь». Мы — часть его, мы — часть у него. Кого Он поместил в вашу жизнь для того, чтобы научить вас терпению? Может быть, кто-то на вашей работе, может быть, кто-то очень близкий вашей жизни, может быть, кто-то, кто рядом совершенно с вами. Может быть, ваша личная жена или муж, может быть, дети. Может быть, есть обстоятельства, которые вы хотите избежать и перепрыгнуть. А Бог учит вас терпению. Вы просто учитесь через это. И только так вы сможете научиться. я наверняка говорил вам это уже ранее, в прошлые приезды, но один человек молился так, «Господь, дай мне терпение, но дай мне его сейчас». Бог будет работать во всех этих сферах в нас. и готовы ли вы идти и взбираться на эту гору? Если Господь отвечает на все ваши молитвы, если бы Господь отвечал на все наши молитвы, мы бы не приносили плод. И очень часто мы молимся, потому что чего-то хотим, потому что это что-то приятное или нам это нравится. Но возвращаемся к тому, что плоды Духа Святого гораздо сильнее, чем дары Духа Святого. Я говорю вам и повторяю еще раз, я не хочу преуменьшить значимость даров. Но я хочу, чтобы вы запомнили, что дары это инструменты для того, чтобы мы работали и были способны принести плод. И какова же цель плода? Для кого этот плод? И чаще всего мне отвечают, ну, плод для Ишуа, для нашего Учителя. Это правда, но это не просто но это частичная правда. Позвольте мне поделиться с вами тем, как я представляю, для кого плод. Плод производит в наших жизнях любовь, радость, мир, терпение, доброту, благость, верность, милосердие и воздержание. Плод, он для тех, с кем мы будем идти и контактировать. Плод, он не для нас. Дерево, которое приносит плод. Например, яблоня. Яблоня что, ест яблони? Яблоки? Нет. Кто-то приходит, срывает и ест яблочко. Это очень похоже с теми духовными плодами, которые мы должны производить. Кто-то придет в вашу жизнь, он просто возьмет часть этого плода и съест его, употребит его. И мы подходим к моменту, когда плод становится одним из важнейших евангелизационных инструментов. и мир, он болен от греха. И люди просто, они придавлены тем, что их окружает и что происходит. Они пытаются радоваться жизни. они испытывают недостаток веры, что их поработили, захватили. Они отдалены от Бога. христианские каналы. И они знают, где находятся христианские каналы. И знают, где найти радио христианское. И они очень быстренько все прокручивают или перещелкивают эти каналы. и они эксперты в этом. Они считают, что церкви сейчас полны гиппократов. И иногда они правы, к сожалению. Все ли мы живем той жизнью, которую должны жить? Являемся ли мы тем примером, которым должны быть? являются ли наша жизнь примером этому миру? Или мы очень-очень похожи? И во многих вопросах мы очень похожи. Мы не имеем никакой разницы от того, что происходит в мире. Наши отношения, то, как мы начинаем сердиться, то, как мы некоторые поступки совершаем, которые далеко не в Писании. Послушны ли мы Божьим законам и указам? И Шуа напоминает нам, по плодам узнают вас. И мы серьезно должны задавать сами себе вопрос, пример ли я? тело Мессии является примером, каким оно должно быть? И настоящий ответ нет. Также много разводов среди верующих, как и среди мирских людей. К сожалению, в теле в церкви начали принимать то, что принимает мир, то, против чего говорит Писание. И мы все не живем так, как должны жить. И мы сегодня не являемся теми примерами, какими должны быть, и мы не приносим тот плод, который должны приносить. Но люди в мире, они жаждут, и они голодны, и они ищут настоящего Писания. Они ищут примеров людей, которые могли бы жить по Писанию. Плод в нашей жизни, в нашем характере и в нашем отношении может обезоружить тех, кто противостоят имени Ишуа. И если это является истиной в нашей жизни, оно начнет привлекать, оно будет вызывать голод. Оно будет притягивать и вызывать голод у людей, которые проходят мимо нас или мимо которых мы проходим, проживаем. Тогда они будут хотеть прийти и взять кусочек этого плода из вашей жизни. И Иоанна 13 глава говорит нам ясно, что потому узнают, что вы мои ученики, потому что вы будете иметь любовь посреди вас. Каждый увидит, что вы мои ученики по факту тому, что увидят любовь среди вас. Так что там у вас с любовью к вашим братьям и сестрам? Вообще не всех любите. Я живу в реальном мире, ребят. И я знаю, что происходит на самом деле. И я знаю, что вы говорите за спинами друг друга. Не попытайтесь меня обмануть, даже не пытайтесь. Нам необходима настоящая любовь. И мы ее можем получить только как плод духа. Если я смотрю на церковь сегодня, я вижу аргументы, разногласия и критику. Если я смотрю на церковь сегодня, я вижу споры, разногласия и критику. И я вижу, как многие проживают жизнь, которая не полна почтения к Богу. начинается внутри каждого человека. Меня лично. Какова моя жизнь? Каков пример я даю? Что люди видят во мне? Что они начинают чувствовать, когда они общаются со мной? Являюсь ли я хорошим учеником? Итак, вот как оно работает. Когда вы находите кого-то, который потерян в этом мире, и говорит, я болен от всяких церквей. Он видит корзав неверующий. Он дает свое вам представление о церкви, о том, что он видит снаружи. там? Видит ли он настоящую любовь или отвержение? Узнал он, познал, что Бог любит его? Как неверующий видит церковь? Когда вы видите такого человека встретите? Можете ли дать ему виноград? То есть дать ему плод, часть своего плода? И если он действительно осознает, что он любим, что вы любите его, что вы готовы ему помочь, что вы хотите ему помочь, тогда он захочет большего. Когда вы полны плода Духа, этот человек может сказать, откуда ты это взял? Я хочу тоже. плод Духа, он для тех, кто потерян и кто застрял в этом мире, кто нуждается в помощи. И для некоторых из них получить кусочек вашего плода это единственный путь, как приблизиться и услышать Писание. И воззвать к Спасителю, признать, что они нуждаются в Нем, и что это важнее, чем их личные грехи. Бог показывает нам парадокс от фруктов. Мир сконцентрирован на делании, на представлении, на возгревании того, чтобы вы должны быть лучше, чем другие, на успехе. Все эти вещи, на которых сконцентрированы мир. Но они очень ограничены. Вот все, что подразумевает мир под успехом и радостями жизни. И вы можете увидеть кого-то достаточно успешным. Вы можете увидеть, как кто-то представляет что-то или работает тяжело. Вы можете увидеть результаты их. и они считают, что они приносят плод, что это плод. Но вы не делаете плод. Вы должны являться плодом. плодом. И знаете, у плода есть такая притягательность, и она очень ценна для Ишоа. И Ишоа еще раз нам напоминает о том, что познают, что мы ученики по плодам. Это то, что притягивает людей. Нам необходимо это. Мы должны научиться ценить это. То, что я хочу вам сказать, это то, что плод Духа Святого, он сейчас обесценен. Мы часто говорим о дарах, мы забываем о плодах. Одна из демонстраций плодов Духа это тот факт, говорящий о нашей принадлежности. Опять же, обращаемся к Иоанну 15 главе. Итак, Иоанна 15 глава, 13 стих. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Я думаю, что вы очень часто слышали это местописание. А по-настоящему когда-нибудь понимали, что здесь говорится на самом деле? Бог никогда не просит меня положить мою жизнь за неверующего человека. но написано за братьев, за тех, кто верит. И только полагая души свои за братьев своих, мы привлечем неверующих людей. мы подтвердим их желания. Истина чьего-либо преображения является плодом. Первая Иоанна, 3-я глава, 14-й стих. Итак, 1-я Иоанна, 3-я глава, 14-й стих. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Показывая плоды, показывая плод своей жизни, мы подтверждаем того, что наши жизни искуплены. Иоанна говорит нам о том, что я вам показал пример, который вы должны совершать. Показывать. 1-я Фессалония, 1-я и 8-я Показывает о примере Фессалония. 1-я 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 глава, 7-й и 8-й стих. Так что вы стали образцом для всех верующих Македонии и Ахаии, ибо вас пронесло слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте. Прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. И очень ясным плодом у фессалоникийцев была вот эта радость, милость и все перечисленные в Галатам 5-й главе плоды. Они явили собой этот плод. И свидетельство об этом распространилось в округе. и они были известны своими плодами. Они были известны тем образом жизни, какой жили. Они были известны своим посвящением Царства Божьим, вещам Мессии, делам Мессии. Сегодня я подхожу уже к заключению сегодняшнего урока. плодовитость более можно отнести к качеству, чем к количеству. Плодовитость это более качество, чем количество. Обе части важны в Писании. И количество, и качество. Но Божье приоритет, он сконцентрирован на качестве. Бог более смотрит на то, какой плод вы производите. Что исходит из ваших личных взаимоотношений с Ним? Это являются наши личные характеристики, которые являются, показывают природу дерева, которое их производит. И дерево, это наше дерево, это Ишо. И мы как хотите, мы привиты к Нему. Качество доставляет удовольствие Богу. Укрепленная, взросшенная жизнь is the same quality that makes our lives an example, a redemptive example, or a salvation example to those outside. Им их нужду в спасении. Укрепленность, такая взросленность в Мессии не пренебрегает ни дарами, ни плодом. Но через баланс между дарами и плодом производит плод, который завернут в красивую упаковку. Для его удовольствия и для исцеления народов. Я заканчиваю здесь на сегодня. И закончим вторым Петра. Я хотел бы, чтобы вы несколько раз для себя прочитали. Но послушайте сейчас это место очень внимательно. Потому что здесь говорится о плоде. Но вам надо это увидеть здесь. Второе Петра, первая глава. С пятого по девятый стих. For this very reason, try your hardest to furnish your faith with goodness. Goodness with knowledge. Knowledge with self-control. Self-control with perseverance. Perseverance with godliness. Godliness with brotherly affection. And brotherly affection with love. For if you have these quantities, qualities, sorry, qualities in abundance, they keep you from being unfruitful in the knowledge of our Lord Yeshua the Messiah. Indeed, whoever lacks them is blind, so short-sighted, that he forgets that his past sins have been washed away. Итак, мы читаем второе Петра, первую главу, с пятого по девятый стих. То вы, прилагая к сему старания, покажите в вашей вере добродетель. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпение благочестие, в благочестие и братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Ишуа Мессии. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Нам необходимо понимать, что здесь одно добавляется к другому. И необходимо, чтобы все было в нас. Итак, вернемся к нашему апельсину. Почему, для чего он нам? Когда я размышлял о плоде, давайте на секунду отвлечемся на Галатам 5, 22-й стих. Пятая глава. О плоде Духа. Плод же Духа. Плод же Духа. Единственное число. Плод, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Сколько их тут перечислено? Найн. Сколько даров Духа Святого перечислено в Коринфянам? Найн, двел. Найн. Найн. Вообще, 26 даров перечислено в Писании. Чтобы вы знали. Но это отдельное учение. Хотите, поучу. Почему здесь делается уточнение, что плод Духа, единственное число? Почему не говорится плоды во множественном числе? Один плод — это, может быть, любовь, другой — радость. Было бы гораздо легче, правда? Я могу иметь дар любви, плод любви. Кто-то может иметь плод чего-то другого. И да, на нашем человеческом уровне мы имеем какое-то количество любви и всех остальных вещей. Но мы сейчас говорим о завершенности. Вы нуждаетесь во всех них. Если я сейчас вскрою этот апельсин, что мы увидим? Что мы увидим? Писки. И слюны потекли. Говорите за себя. Это только для чижа. Это только для ежа. Это только для ежа. Я делаю шагу здесь, парень. Это один плод. Но кто-то очень точно сказал, что он разделен на части. У него различные кусочки. Если я буду счастливчиком... Не-не-не. Он хочет, чтобы там было девять. Девять. Итак, у меня девять долек. Девять кусочков одного апельсина. Они все являются частью одного целого. Если мы вот так его возьмем, будет один целый апельсин. Они все собраны вместе. Это то, как это работает. Это... Это пример, который Бог мне показал, когда я сказал Ему, Бог, как же я им это объясню? Если мы понимаем, что каждая составляющая становится частью одного целого, то же самое духовный дар. Каждая часть всех перечисленных девяти становится одним плодом. Одним плодом Духа. И чтобы помочь вам запомнить это, каждый может взять апельсинку себе. Иногда нам визуально надо что-то увидеть, чтобы запомнить и легче понять вещи некоторые. Окей. 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 Субтитры создавал DimaTorzok